Доброго времени суток, дорогие друзья! Это будет продолжение. Вторая часть урока создания анимированной кнопочки «Нравится». В первой части урока мы сделали клип-арт кнопочки. Точно таким же способом я сделала еще два клип-арта. И сейчас покажу дальнейшие наши действия. Заходим в меню «Файл». Пункт «Открыть». В появившемся окошке выбираем необходимые нам клип-арты. Нам необходим будет клип-арт кнопочки. Кликаем по нему левой клавишей мышки, зажав клавишу «Контру». Это клавиша самая левая на клавиатуре, нижняя. Чтобы одновременно открыть все необходимые картинки, мы действуем с зажатой клавишей «Контру». Выделяем кнопочку. Выделяем корпус, который я сделала. Тоже клип-арты делала таким же способом, как и кнопочка, о котором я рассказывала в предыдущем уроке. И выбираем «Коркушу». У вас это может быть совершенно другой набор клип-артов. И нажимаем на кнопочку «Открыть». Вот вы видите, появились все наши картинки. И сейчас я расскажу очень интересную фишку. Это полезная такая шпаргалочка. Часто будет встречаться у вас клип-арты, либо вы открываете, либо какие-то картинки из интернета скачиваете. Надпись на слой «Индексирование цвета». Или просто может стоять здесь индекс. Эту картинку вам никак не открыть. Есть один способ, как это сделать. Заходим в меню «Изображение». Выбираем пункт «Режим». И в выпадающем окошке выбираем пункт «РГД». Кликаем по нему левой клавишей мышки. И вот вы видите, результат свой открылся. Таким же точно способом открываем остальные наши картинки. Вот я сделала на всех двух картинках. И приступаем к сборке нашей кнопочки. Заходим в окошко с кнопочкой. Инструмент перемещения, как вы помните. И перетягиваем ее, эту кнопочку, на картинку с корпусом. Передвигаем ее на место, на котором она должна находиться. Переходим на картинку с корпусом. И перетягиваем к сборке на картинку с кнопочкой. И располагаем ее на то место, куда хотим. Я на своих работах обычно ставлю логотип или свою подпись. Я вам сейчас покажу, как это делается. И в одном из уроков расскажу, как делается такой логотип. Активируем первый слой. Заходим в инструмент. Нажимаем на флажок. Появилось выпадающее меню. Я перетягиваю к скурсором. У меня много всяких кисточек. Эту я сделала сама. Вот у меня каркушин. Я кликаю по ней. И затем кликаю на нужном мне месте. Допустим, вот на корпусе. Я кликаю, чтобы это было видно. Что это моя работа. Свет кисти также можно поменять, если вы помните. В панели цветов. Можно поменять цвет, но я оставляю такой, чтобы много времени не заниматься. Итак, следующим этапом, что мы делаем. Во-первых, закрываем все слои, которые нам больше уже не понадобятся. Клепарты. Кнопочка из каркуши. Изменения не сохраняем. Чтобы клепарты у нас остались в том виде, в котором изначально были. Переходим в инструмент перемещения. И начинаем создавать анимацию. Отключаем глазик на каркуши пока. И оставляем первый и второй слои. Для того, чтобы кнопочка у нас двигалась, нам необходимо сделать копию второго слоя. Для этого активируем второй слой, нажав на него левой клавишей мышки. И перетаскиваем на кнопочку. Она вторая справа. Если кому-то не видно. Копию слоев. Создание копии слоев. Вот вы видите, у нас копия создалась. Мы отключаем глазик на слои два. Мы эту копию перетягиваем, зажав левую клавишу мышки, под первый слой. Таким образом вы видите, что кнопочка получилась внутри корпуса. Вот я расположила слои, немножко сдвинула. И сейчас вы посмотрите, я отключаю глазик. У вас он и так отключенный, а я его уже отключала. Сейчас я отключу, и вы посмотрите эффект. Вот кнопочка вверху. Глазик отключаю, она внизу. То есть такое нажимание кнопочки имитируется. Итак, дальше мы открываем слой. Третий слой с карпушей. Глазик открываем на нем. Активируем его. И создаем дубль этого слоя. Левой клавишей мышки перетягиваем на кнопочку дубль слоя. Она вторая. Справа в панели. В нижней этой панельке в окне слои. Вот я ее показываю. Курсором сейчас, чтобы было создать новый слой. Далее заходим в меню редактирования. Выбираем пункт трансформирования. В выпадающей вкладочке выбираем пункт деформация. Кликаем левой клавишей мышки по нему. Появляется такая сеточка. И не забываем, что сейчас у нас инструмент перемещения активирован. И начинаем изменять немножко карпушу. Вот вы видите, второй слой я специально... Третий слой, то есть я специально не отключила гладик, чтобы вы видели, какие изменения происходят. Я наклоняю ее, тяну, зажав левой клавишей мышки. Можно, допустим, что-нибудь там хвостик сдвинуть, если есть желание. Лапку куда-то сдвинуть. Допустим, пусть будет достаточно такого вот варианта. Она немножко сдвинулась и нажимаешь кнопочку. Нажимаем на правую клавишу мышки. И в выпадающем меню нажимаем на кнопочку «Свободное трансформирование». И два раза кликаем по выделенному слою левой клавишей мышки. Вот у нас выделения убрались. Итак, картинка наша готова к анимированию. Заходим в окно, в меню «Окно». Выбираем пункт «Анимация». Открывается окошко «Анимация». Я уменьшу масштаб нашего рисунка, допустим, до 50%, чтобы было лучше видно. До 66% уменьшила, чтобы не мешало окно «Анимация». И приступаем к созданию «Анимация». Создаем первый кадр. Заходим в окно «Слои». Отключаем глазик на слои третьей копии. Отключаем глазик на слой «Два копия». Вот у нас первый кадр. Мы видим, получился карпушек. Кнопочка не вдавленная. И задаем время, в огне анимации, задаем время кадра. Допустим, это будет 0,2 секунды. Кликаем на флажочек. Появляется вкладочка. На вкладочке выбираем 0,2. И не забываем встать на слой номер один. Это наш корпус. Вот это первый кадр создан. Теперь делаем копию кадра. Включаем глазик на слой «Два копия». Выключаем глазик на слой «Два». Это все слои с кнопочками. Затем выключаем глазик на слой «Два копия». Затем выключаем глазик на слой «Два копия». Таким образом у нас анимация готова. Все как наша анимация готова. Два кадра включаем анимацию. Нажимаем на запуск воспроизведения анимации. Вот вы видите, каркуша нажимает на кнопочку «Нравится». Да. Вот вы видите, сзади за кнопочкой белая выступает каемочка беленькая. Ее можно, подобрав кисточку, на слой «Два копия», где у нас кнопочка вжата. Кисточкой провести, либо красным цветом, либо желтым, но это вы уже сами посмотрите, зарисовать вот этот вот. Можно заливкой инструментом сделать это, но в этом уроке я об этом рассказывать не буду, поскольку он опять, он уже длинный. А в следующем своем уроке я расскажу, как очень просто сделать кисти. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо тем, кто дослушал меня до конца. Мне это было приятно. Всего доброго. До свидания.